я сегодня был на молитве и я увидел некоторые переживания у меня был и было одно видение я до конца сам его не понимал но здесь во время молитвы дух божий мне напомнил я сейчас хочу кое-что показать мне надо три человека три человека 3 чего саня лёша ну юрка ты оставайся много надо было меньше берите ничего страшного можете надпить вода чистая по чуть-чуть по половинке надо надпить становись сюда я сейчас значит я просто начал это понимать каждое служение молитвенно когда мы собираемся есть то что мы должны выполнить и сделать даже то желание которое почему мы сегодня оказались здесь это желание от бога и сегодня мы сюда пришли бог устроил наш путь бог вложил на в наше сердце желание и очень важно участвовать и делать то что бог ради чего мы здесь оказались но есть здесь хозяйки из вас и многие делают какую-то работу у себя на кухне и когда вы приходите делать работу на кухне вы знаете что вам необходимо сделать вы знаете начало и вы видите конец что необходимо произвести и вот я увидел такое переживание мне было несколько сегодня духовных таких переживаний и одно из них я увидел люди стоят с стаканами у каждого есть какая-то ну стакан наполнен даже сейчас вот если поднимите стакан все одинаково надпили все по-разному надпили у и я увидел что каждый держит как стакан и у каждого разная разный уровень наполнения в этих стаканах и сейчас я начинаю понимать что каждый имеет определенную благодать апостол петр говорит делайте служите по мере той силы которую вы имеете и вот сегодня мы собрались сюда на это служение каждый имеет себе определенный уровень веры определенный уровень благодати определенный уровень даже желания которое бог принес вашу жизнь вот мы собрались бог собрал если более правильный даже сказать бог собрал сегодня кто-то здесь не оказался знаете почему кому-то бог стучался но кто-то отказался нет 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 кто-то нашел для себя оправдание после работы это мне тяжело кто-то допустим ну можно без лич находить да почему то что каждый из вас в определенный момент вы чем-то сталкивались и кто-то нашел для себя ой меня тут в боку болит не лучше дома побуду а бог может хотел его здесь исцелить кто-то там ну разные по-разному но даже сегодня когда мы оказались здесь здесь мы оказались здесь мы имеем определенный уровень благодати мы им то что мы должны сделать и я верю что не случайно не случайно бог дал нам понимание того проводить эти служения среди недели молитвенные почему потому что я верю в миссию этой церкви которую бог имеет для этой церкви потому что эта миссия этой церкви она не сфокусирована только допустим на одном мне она не сфокусирована на каком-то отдельном человеке есть то что мы должны сделать все вместе и вот даже сегодня когда мы собрались найти служение на это служение я видел люди которые идут к одному чтобы наполнить чашу что люди идут отнесут стаканы для того чтобы наполнить чашу и даже в этом движении а разные пара разные и шли по-разному кто-то нес бережно и я понимаю что человек который несет бережно он ответственно относится к тому что бог ему доверил он участвует во всем сегодня мы как церковь мы должны наполнить молитвенную чашу мы должны наполнить молитвенную чашу и каждый имеет то что то что он должен сделать потому что я даже увидел некоторые несли они как некоторые и шли с пустыми стаканами у них ничего не было разные а у некоторых вообще несли пустые стаканы и когда они приходили к чаше то что происходило они перри переклоняли свои чаши но оттуда ничего не выходил некоторые шли с пустыми некоторые несли и то что они делали они по пути они расплескивали и когда они приходили к этой чаши которая должна быть наполнена они приносили намного меньше чем у них была чем у них была намного меньше кто-то приносил полностью то что она была и они наполняли сегодня оказавшись на этом служении каждый должен выполнить то что бог поручил ему то что бог ему доверил нести это ответственное время если бы вы вам сказали в ты должен донести это до самого конца конца в этом сокрыто благословение для вас и для тех людей кому вы несете каждый бы нес бы с ответственностью и вот когда мы участвуем молитвенных служениях то что бог нам открывает и нам дает возможность молиться о чем-то мы должны к этому отнестись ответственно не расплескивать делать то что бог она от нас ожидает делать это с верой даже не отвлекаясь находиться в том что в чем вы находитесь находиться в том нет нет не не отклоняться там по сторонам ла-ла-ла-ла не уходить в какую-то сторону ты дух святой я тут доверься ты ходатайствуй а я где-то буду находиться то что происходит вы расплескиваете это вы не до вы не донесете вы не доносите а я верю в то что если мы верны в малом что бог нам доверил если мы это доносим до конца и мы делаем так как это должно должны сделать с благоговением с полной ответственностью послушайте так молитвенная чаша которая сегодня для нас как для церкви дана богом и мы должны ее наполнить мы сделаем это гораздо быстрее я верю в этом наполнении есть покаяние наших детей в этом есть начало новых служений в этом есть мера благодати умно умножающаяся на 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 наших жизнях есть мера откровения есть то что мы должны сегодня это сделать поэтому если сегодня оказались здесь послушайте увидьте себя этими водоносами которые должны донести вот почему даже этот это время я чувствую что бог даже в вот в это время больше фокусирует наше внимание на самой молитве что мы должны просто молиться больше даже молиться потому что я вижу я до конца даже не буду говорить не хочу стращать не хочу пугать каких-то вещей просто делайте это исправно я верю в божий прорыв в жизнь каждого как церкви сегодня мы должны как церковь мы осознать это духовная война это не прогулка лег легкостью нести этот стакан вот как получится так и пронесу нет послушайте не расплескивайте то откровение не расплескивайте сами себя на площадях потому что каждый он должен донести этот стакан должен быть наполнен я пришел наливай наливай вот сюда это должно попасть я пришел и это сегодня сюда должно попасть я пришел и когда я молюсь вместе со всеми за семьи это та молитва которая должна достичь небес есть то что должно послужить чтобы это должно быть наполнено потому что то что я видел некоторые приходили с пустыми стаканами то что они делали они переклоняли и оттуда ничего не попадало в эту чашу ничего абсолютно не попадало в эту чашу сейчас я понимаю что это люди которые просто пренебрегали первое это неверие некоторые в унынии некоторые в разочарования находились, и они приходили с пустыми чашами. Почему, Слово Божие говорит, без веры Богу уходить невозможно? Это то, что верующие должны верить, и верующим что происходит? Бог воздаёт. Вот сегодня то, в чём мы нуждаемся, мы не нуждаемся в какой-то форме, мы не нуждаемся просто в молитве, ради молитвы, мы нуждаемся в молитвах веры, с которыми придёт воздаяние в нашу жизнь. Мы сегодня не должны выглядеть как фарисеи. Это люди, которые с пустыми стаканами приходили, и они ожидали какого-то воздаяния. Иисус говорит, послушайте, некоторые уже сегодня получили для себя награду в том, что они выглядели Бога вдухновенно, и они получили аплодисменты со стороны чьих-то. Зачем мне аплодисменты людей? Мне нужна похвала сегодня воздаяние от самого Бога. Вот почему сегодня, отнеситесь серьёзно, почему, потому что я вижу, не верю, а я вижу, и моё видение, может, даже основано на вере, что сегодня некоторые не пришли в том, чтобы помочь, наполнить, чтобы полнота была, полнота была даже в самих молитвах. Почему в книге Откровения написано, есть чаша, которая наполняется молитвами не святого, а святых. И может, даже с сегодняшнего, сегодня служения, мы уйдём, чаша не будет наполнена до конца, она будет наполнена до половины. Почему? Кого-то сегодня просто нету. Я задавал такой вопрос, говорю, Господь, мотивировать ли мне людей к молитве? И я сидел, я размышлял, я несколько дней размышлял. Я пришёл к такому, это равносильно, что мотивировать кого-то дышать. Это то, что должно присутствовать в нашей жизни. Почему многие сегодня перестали дышать в сторону Бога? Перестали многие дышать, потеряли сегодня многие дыхания в сторону Бога. Они перестали быть устами Бога. И сегодня то, что происходит, чаша, она не до конца наполнена. Хотя каждый имеет эту меру благодати. Я сегодня это как пример показываю. Каждый имеет меру благодати. И то, что должно произойти, эта чаша, она должна наполняться. Я сегодня чаще, чем когда-либо слышу людей, которые открыты для Духа Божьего, служителей, которые взывают и кричат к церкви. Церковь должна начать молиться, церковь должна начать поститься. Почему? Потому что я понимаю, что есть то, что мы, как церковь, сегодня должны сделать. И сегодня даже наши молитвы, наш труд не только для нас, а и для последующих поколений. Сегодня для последующих поколений. Молитва это тоже труд. Что некоторые может чего-то достигли, пришли в какое-то служение, начали что-то делать и сводиться к одному, к тому, что мы можем это сделать. У нас это есть. Момент приходит, когда ты понимаешь, что ты не в состоянии сделать. Особенно я в последнее время с людьми разговариваю, которые находятся, допустим, в бизнесе, делают какой-то бизнес. Говорят, пастырь, сегодня какой-то предел. Если раньше это получалось, мы это делали, сегодня мы не можем этого делать. Я говорю, да, есть у всего предел. Точно так же и в духовном. Есть предел. И то, что самое интересное, этот предел, тот, кто должен расширять, расширять, должен расширять Бог. Возможности должен давать Бог. Есть то, что должно прийти. Вот почему сегодня церковь, она должна сфокусирована быть не на себе, не на своих дарах, не на своих способностях, не на своих возможностях, а для нас быть сфокусирована на Боге. Я сегодня четко услышал, большое спасибо, ребята. Можете разделить назад. Я сегодня четко услышал, молитесь о делателях. Давайте откроем это место Луки. Я сегодня хочу, чтобы мы просто молились об этом. Луки, 10 глава. После этого избрал Господь других 70 учеников и послал их по два предлицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я услышал, молитесь о делателях. можно было удовлетвориться. Уже есть 70 учеников с лишним. Уже есть те, кто пошли. Уже есть те, кто что-то делают. Уже есть те, кто что-то делают. И можно было бы успокоиться. Можно было бы посмотреть на себя, на свои возможности. Послушал, о, 70 есть. Может еще какие-то курсы провести. Может еще какую-то библейскую школу организовать. Еще появятся еще ученики. Но то, что Иисус поведал, я думаю, что духовный такой закон, духовный принцип есть тот, кто высылает делателей на Неву. Почему? Потому что здесь молитва нацелена к Отцу. И это то, что я услышал. Дух Божий вложил в мое сердце. Молитесь сегодня за делателей. Я хочу посылать людей. Я хочу посылать людей. Бог желает сегодня поднимать этих людей, но есть та часть, которая зависит сегодня от наших молитв. Я до конца сам не понимаю. Если кто-то, вы понимаете до конца взаимосвязь Бог-служители посланничества, дайте мне объяснение. Умом своим я понимаю, Бог посылает, но я не понимаю до конца, почему мы должны об этом молиться. Сегодня это на уровне моего послушания. Вот я сам до конца откровенно я не понимаю. Если вы понимаете, слава Богу. Есть вещи, которые я понимаю, но есть то, что до конца я сам не понимаю. Я могу, может, по-человечески сегодня объяснить, но внутри себя я не буду чувствовать до конца удовлетворения. Единственное, что я понимаю, что я должен это делать. Есть сегодня места, куда Бог желает посылать своих людей. Потому что написано, послал людей туда, куда сам хотел. Сегодня в многие места Иисус хочет тоже прийти. Но что самое интересное, Он сегодня приходит через свое тело. Я когда сидел об этом размышлял, говорю, Господи, я понимаю, я понимаю, что это сегодня может как вызов приходит. Если есть побуждение об этом молиться, значит, есть места куда Бог желает посылать своих людей, возможно, даже с этой церкви. Возможно, даже с этой церкви. Я когда размышлял, я увидел, есть вещь, которая сегодня очень сильно пленяет христиан, приводит их в пленение. Но даже в этом все равно Бог будет посылать своих людей. Знаете, в чем пленение? Апостол Павел в послании римлян говорит, не сообразуйтесь миром этим, не сообразуйтесь, но обновляйтесь. Я увидел, что сегодня многие то, что происходит, они сообразуются, они соединяются. Телом могут находиться в церкви, но умом своим соединяются с этим миром. Что это значит? С ценностями этого мира, с законами этого мира. Бог, он желает одного, освободить свой народ от привязанности к этому миру, от ценностей этого мира, дать эту свободу, чтобы жили в этой свободе, которую Бог имеет сегодня для нас. Я себя даже начал анализировать, потому что, когда я это услышал, я себя начал даже анализировать. Своё сердце начал анализировать. я сам не один раз проповедовал на римлянам 12-я глава, но когда я начал видеть, думаю, Боже, какая сегодня роль церкви, какое сегодня должно звучать слово, может, даже временами и не будет нравиться, временами не будет устраивать, но то, что оно должно помочь привести нас в конфликт с законами этого мира. Оно должно нас привести, почему-то, что не сообразовываться с этим миром, это на самом деле, это конфликт, это на самом деле конфликт, почему-то, что мир, он строит свой успех, у него есть пирамида своего успеха, и многие, то, что они происходят, они танцуют под пирамидой этого успеха, потому что есть люди, которые успешные, называют успешными, не всегда эти люди благочестивы, подчистую это пример для этого мира, люди далеко не благочестивые, развращенные, но многие смотрят на них, как на успешных людей, если человек богатый, значит, это человек успешный, если человек там то-то-то делает, значит, это успешный, они на самом деле в Божьих глазах, они безумцы, помните эту притчу о безумном богаче, Иисус его назвал безумным, Бог назвал его безумным, но я думаю, что многие те, кто жили вокруг этого богача, они смотрели на него и говорили, успешный человек, послушай, шатры свои расширяет успешный человек, а Иисус пришел и говорит, безумный, в эту ночь ты будешь забрать, заберут, и когда церковь, она подстраивается под этот успех, не богатит в добрых делах, не живет для того, чтобы воля Божия, она становилась ценностью, то, что происходит, церковь, она начинает деградировать, почему? Она начинает сливаться с этим миром, и сегодня это то, что происходит, когда воля Божия, она может становиться ценней, когда она становится ценней, тогда жизнь человека, она становится богаче от Бога, но когда воля Божия, она перестает быть ценностью, она перестает, Иисус перестает быть сокровищем, то все что угодно может заменить это, и мы всему этому найдем оправдание, может семья, работа. Другие вещи. Другие вещи, которые занимает это. И люди... Ну стоп. Мир в этом живет. Мир этим живет. Для них это ценность. Это что происходит? Трагедия происходит. Трагедия происходит. Почему? Потому что некоторые выглядят как пустые стаканы. Приходят к тому, что у них ничего Божьего нет. Просто пустые стаканы, которые предбегаются. Которые не в состоянии нести свет. Которые не в состоянии благовествовать. Которые не в состоянии служить. Потому что они соединились. Они соединились с этим миром своим разумом. Я хочу, чтобы мы молились. И мы начнем, наверное, тоже еще поставим одну башню молиться за делателя, чтобы Бог поднимал делателей. Высылал. Мы молимся за делателей. Но чтобы Бог высылал делателей на жатву. Высылал делателей на жатву. Высылал делателей на жатву. Я два дня. Я два дня молился. Я, знаешь, за кого? За тебя, Дарина, молился. я молился то что я увидел то что я увидел два дня я молился Господи дай мне понимание потому что я увидел ты стоишь правильно поймите ты стоишь с косой в церкви правильно не смерть послушайте потому что я увидел коса это как способность как дар который Бог дал и то что я увидел это коса она острая 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 я два и Бог мне начал давать понимание это способность которую Бог дал для жатвы как служение нести Евангелие и это коса она острая когда ты стоишь в церкви если она не идет по назначению то что начинает происходить ты начинаешь косить людей которые находят рядом стоят ранить вокруг тебя и Бог говорит направь ее благослови давай даже помолимся за тебя я чувствую я чувствую что это просто как начало для тебя я вижу что это дар который предназначен для евангелизации я чувствую что внутри себя я должен Бог дает мне что я должен просто поддержать потому что это не просто уличная евангелизация евангелизация А это евангелизация, как служение, на которое собираются люди. Я вижу города, я вижу церкви, в которых ты служишь. Это время. Я вижу, я даже сегодня, когда я молился, я видел, что это чудеса, знамения, которые сопровождают в этой жатве. Что твое служение, оно больше предназначено для мира, чем даже внутри самой церкви. Это как жатва. Когда ты выходишь с этим инструментом за пределы церкви, и то, что начинает происходить, ты делаешь... Ха! Давайте будем молиться. О, Иисус! Я вижу просто небо сегодня открыто, и Дух Божий приходит своим помазанием, своей мудростью на твою жизнь. Это мой шаг веры, и мой шаг доверия Богу. Во имя Иисуса. Отец, мы поднимаем сегодня на руках молитвы нашу сестру. Святый, пусть твоя воля, Господь, она исполнится на ней. Я благодарю за эту способность, за этот дар. И я благодарю за то снаряжение, которое сегодня приходит по молитве на эту жизнь. Благослови, Господь. Пусть придет это снаряжение, Господь, во имя Иисуса. Благодарю тебя за то, что твоя мудрость, за то, что твоя сила, Господь, она пребывает на ней, Господь. И в это время святое ты являешь силу, и ты употребляешь ее во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Я вижу, что есть связь твоя с Домом Божьим. Вижу твою связь с Церковью. Почему? Потому что то, что происходит, ты наполняешь Бог через тебя. Наполняет снопами. Когда ты начинаешь наполнять Церкви. Сегодня многие служители, евангелисты, то, что они косят, и они оставляют это лежать там, где они убрали. Они не наполняют. Мало сегодня евангелистов, которые, имея дар, имея способность, выполняют миссию даже самого Бога. Почему? Потому что миссия Бога, она имеет всегда логическое завершение. Я вижу, что у тебя связь с Церковью. Пусть это просто как прибудет, как с мудростью. А мы будем просто поддерживать в этом отношении. Я верю. Ты сейчас задаешь вопрос, как это? Послушай, у Бога есть начало, и это то, что Бог, Он открывает двери. То, что Бог делает, не переживай об этом и даже не волнуйся. Потому что с каждым шагом в твоей жизни, в твое сердце приходит уверенность. И уверенность, уверенность в самом Боге. Я слышу, что это благословение приходит за твою верность. За то, что ты стояла. Бог начинает благословлять. Какое-то служение, когда пророческая благодать была, и Бог сказал, что Бог вводит вас в свою землю. Это твоя земля. Я вижу много дверей, которые будут открываться перед вашей семьей. И одно слышу. Храните свои сердца. Храните свои сердца. Во имя Иисуса. Давайте будем молиться за делателей. Давайте поднимемся. Я хочу, чтобы каждый сейчас поднял свое сердце, как сосуд. Увидели первое. Много жатвы. Жатвы много. Жатвы много. Сегодня те люди, которые не в доме хранилища, не в доме Божьем. Это те люди, которые в Божьих глазах. Это жатва. И эту жатву те, кто должны убрать, должны убрать делатели. Один человек говорил, с кем-то я общался, он говорит, делатели. Он говорит, это специалисты. Тех, кто избрал и тех, кто поставил Господь Бог. Давайте будем молиться, чтобы Бог подымал делателей, высылал. Но есть много мест, есть много мест, которые нуждаются в делателе. Даже сегодня в Украине людей, не спасенных намного больше, чем спасенных. И сегодня то, что пусть каждый видит, много, 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 много. Отец, мы сегодня возвышаем свой голос. Святый, Ты в Своем Слове сказал, чтобы мы молились. И мы сегодня молимся к Отцу. Жатвы. Мы просим, Господь, подымай и высылай сегодня жнецов, Господь. Тех, кто будут убирать эту жатву. Мы сегодня верой принимаем, Господь. Что есть та часть, которую мы, как церковь, должны выполнить. Благодарим Тебя за открытые двери, за возможности, которые Ты даруешь сегодня для церкви. Для того, чтобы принести, убрать эту жатву. Святый, молим, молим Тебя. Подымай делателей. Святый, снаряжай, Господь, своей благодатью. Так как Ты поднял этих 70, Ты указал им направление, Господь. Точно так же и в это время. Подымай делателей. Давай направление, Господь, в имя Иисуса. Благодарю за то, что в это время Ты отмечаешь, Господь, этих людей, Господь. Ты готовишь эти сердца, святые. Ты сам призываешь, Господь. Благодарю за то, что Ты нас, как служителей, употребляешь в том, чтобы видеть, Господь, этих делателей, святых во имя Иисуса. Благослови, Господь, благослови это время, дом этот, Господь. Благослови, Господь, другие церкви, святые. Дай возможность, Господь, видеть, святые. Дай видеть эту жатву. Дай способность Твоих глаз, Господь, чтобы сегодня церковь Твоя видела больше тех, кто еще не попали в дом Твоего хранилища, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю за то, что мы сегодня видим грешников. Благодарю за то, что мы сегодня видим людей, кто нуждается в Тебе. Святый, 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 благослови. Открывай глаза дома Твоего. Подымай этих служителей, Господь. Мы молим Тебя. Святый, есть то, что от Тебя, Господь. И мы сегодня осознаем, что сегодня есть то, что должно быть произведено Тобой, Господь. Есть многие селы, есть многие города, Господь. И мы селы, есть многие города, Господь. Пусть глаза дома этого будут открыты. Пусть благодать Твоя будет пребывать, Господь, с нами, святый. Открывай, открывай, Господь. Снаряжай, Господь. Дай нам, святый, видеть эту цель. Дай нам видеть эти направления, Господь. Дай нам видеть те места, где Ты желаешь быть, Господь. Пусть этот огонь, Господь, он возжигается, Господь, в этом доме. Огонь служения, Господь. Огонь, который приводит к посвящению Тебе, святый. Я молю, чтобы Слово Твое, оно приходило с небес. Пусть это Слово, оно разрушает всякое ярмон. Пусть это Слово, оно разрушает всякие твердыни в разумах Твоего народа, Господь. Пусть приходит эта свобода, Господь, во имя Иисуса. Пусть мантия, пусть помазание Твое, Господь, оно приходит в жизнь этих служителей, Господь, которые не будут давать покоя, Господь. Святый, мы видим, Господь, поколение Твоих евангелистов, Твоих служителей, Господь, которые стояли и стоят, Господь, на страже в том, чтобы исполнять это служение. Я верю, Господь, в то, что это время, и Ты поднимаешь этих делателей, Господь, чьи сердца сфокусированы на одно. Одно желание, Господь, одно желание, Господь. Исполнить Твою волю. Принести, Господь, этих людей к Твоему престолу, Господь. Привести к Твоей благодати на покаяние святые. Благослови, благослови, Господь. Исполнить Твою волю. Исполнить Твою волю. Исполнить Твою волю. Я вижу, сейчас присутствует на этом месте благодать на исцеление. Если есть какая-то немощь в Вашем теле, верой своей протянитесь сейчас к Иисусу. Начните благодарить за Своё исцеление и за Своё восстановление. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты Бог, Который не оставляешь, Господь. Благодарю за то, что сила Твоя прямо сейчас, она прикасается к каждому телу, которое нуждается в Твоём восстановлении. Благодарю за то, что женщину эту восстанавливаешь. Всякая немощь по-женски, она уходит во имя Иисуса. Благодарю за то, что сердце Твоё, оно наполняется покоем, Господь. Ты здесь, на этом месте, святый, во имя Иисуса. Всякое уплотнение в груди я повелеваю Ему рассосаться и уйти во имя Иисуса. Пусть приходит восстановление в эту душу и гармония, Господь. Твоей благодати, Господь, в эти сердца, Отец, благодарю Тебя. Есть человек, у кого проблема с ногами. Это боль, которая периодически приходит, как прострел в ваши ноги. Во имя Иисуса. Пусть эта немощь, она уйдёт во имя Иисуса. Я благодарю за то, что Ты восстанавливаешь, Господь, это тело. Во имя Иисуса. Будь прославлен, будь возвеличен, Господь, в жизни Твоего народа, Отец. Всякая головная боль. Я запрещаю Тебя именем Иисуса. Есть те, кто мучаются головной болью. Откажитесь прямо сейчас от этой немощи. Не ищите основания для своей веры. Во имя Иисуса. Пусть вера будет нацелена. Вернее, основания для своего неверия. Пусть вера, она будет нацелена на исцеление. Во имя Иисуса. Духом веры просто простирайтесь. И верой благодарите Бога за восстановление и исцеление. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, мой Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Бог благ.